Как сделать заземление в старом жилищном фонде в ванной в душевой? То есть в многоквартирных домах, где электропроводка выполнена двухпроводной. То есть, грубо говоря, есть фаза, есть ноль. И нет защитного ПЕ-проводника. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги, зрители видеоканала Советы Электрика. Предлагаю вам обсудить эту, по крайней мере для меня, очень интересную тему. Как обеспечить электробезопасность в ванной, в душевой, в старом жилищном фонде? Напишите, пожалуйста, в комментариях, я обращаюсь прежде всего к моим коллегам-электрикам, как вы выполняете в этом случае электромонтажную работу и как обеспечивать электробезопасность, основываясь на правилах, на нормативах определенных. Потому что я знаю, что мы все с вами стараемся все делать согласно правилам, чтобы не было никаких косяков, чтобы обеспечить для себя, для своих близких, но и для наших клиентов максимально полную электробезопасность. Напишите, пожалуйста, я с большим интересом почитаю. Сразу хочу сказать о себе, как я это делаю. Я в этом случае в старом жилищном фонде заземления никакого не делаю. Я защищаю только устройствами защитного отключения. И все. Говоря УЗО, я подразумеваю и диф-автомат в том числе, потому что по принципу действия, по утечке по току они действуют одинаково. Так вот, сейчас я расскажу, почему именно я так делаю. Знаете, я сначала искал информацию, почему же дополнительная система уравнивания потенциалов запрещена системой ТНЦ. Начал я с этого. Если мы рассматриваем систему ТНЦ, там проблем никаких нет. Есть у нас ПУА, есть пункт 7.188, где прямо говорится, что в ванных душевых должна быть организована дополнительная система уравнивания потенциалов. Вы все знаете, что это такое. Это когда открытые проводящие части, сторонние проводящие части, защитный контакт розеток, ну и так далее, соединяются между собой проводниками и соединяются с защитным ПЕ-проводником. Все. Тут никаких проблем нет. Организовали ДСУП, обеспечили электробезопасность и спим спокойно. Ну, также дополнительно там применяем УЗО, также для дополнительной защиты, и никаких проблем нет. Но здесь же получается у нас система заземления ТНЦ в старом жилищном фонде. И то здесь с большой накяжечкой можно применить систему ТНЦ к старому жилищному фонду. Там просто четырехпроводка подходит к многоквартирному дому, три фазы и ноль. И пенпроводником этот ноль назвать очень трудно, потому что он не выполняет защитную функцию. Там нет контура заземления. Ну, в основном нет контура заземления в таких домах. Единственное, что может быть, это система молния защиты, и все. Ну, да ладно, божь ним. Пускай это будет, грубо говоря, система ТНЦ, многоквартирный дом, квартиры, в которых электропроводка выполнена двухпроводной. То есть у нас защитного ПЕ-проводника у нас нет. Если нет защитного ПЕ-проводника, значит мы и не можем организовать дополнительную систему уравнивания потенциалов. Потому что не к чему соединять. ПЕ-проводника нет. То есть прямой защиты на запрет дополнительной системы уравнивания потенциалов в системе ТНЦ нет. Вы нигде не найдете такого прямого запрета. Но просто ее невозможно выполнить, потому что нет ПЕ-проводника. Ну ладно, нет ПЕ-проводника, но мы же можем выполнить уравнивание потенциалов. Что такое уравнивание потенциалов? Оно делается для того, чтобы снизить напряжение прикосновения. Объясняю, кто не знает. Допустим, в ванной стоит стиралка и в ванной стоит чугунная ванна. Ладно, не на ванной. В стиралке пробило ТНЦ. На корпусе стиралки появился опасный потенциал. Я захожу в ванную, задеваю стиральную машину и одновременно задеваю чугунную ванну. Если выполнено уравнивание потенциалов, то есть корпуса связаны между собой проводом, потенциалы у стиралки и у чугунной ванны будут одинаковые. А если потенциалы одинаковые, то ток через меня протекать не будет. Грубо говоря, электрическим током меня не шандарахнет, меня не убьет. Потому что потенциалы одинаковые. Можем мы так сделать в этой системе двухпроводной? Нам в принципе ничего не мешает. Соединили все между собой проводниками. Нет защитного проводника, ну и нет. Уравнивание-то сделано. Но, опять же, по этому же самому пункту 7.188 ПУЭ, это запрещено делать. Там прямо сказано, что вот это уравнивание потенциалов без ПЕ-проводника, она называется местная система уравнивания потенциалов. И в этом пункте говорится, что местная система уравнивания потенциалов запрещена. То есть получается, что в этом случае, в старом жилищном фонде, в душевой, в ванной, нам дополнительную систему уравнивания потенциалов сделать нет возможностей. Местная система уравнивания потенциалов нам запрещена. Защитного ПЕ-проводника у нас нет. И может быть никогда не будет. Что нам делать? Такие варианты, как протянуть откуда-то там с улицы, с самодельно установленного, забитого штыря, там отдельный провод, и использовать его в качестве ПЕ-проводника, я даже не рассматриваю. Это вообще не вариант. Это даже можно рассматривать, как реконструкцию электроснабжения, там самовольное проведение работы, это вообще не вариант. А из того, что есть в моем примере единственный выход, я вижу это применять устройство защитного отключения. Ну а здесь есть два таких минуса. Один жирный минус, один не очень жирный. Большой минус состоит в том, что устройство защитного отключения УЗО отработает только тогда, когда меня шамдарахнет током. То есть взялся я за чугунную ванну, на которой опасный потенциал, сначала меня долбанет, через меня начнет протекать электрический ток, меня начнет колбасить, вот так или по-другому, или подбрасывать. Конечно, смешного мало. И только потом отработает устройство защитного отключения, когда появится дифференциальный ток, ток утечки, оно его почувствует УЗО и отключится. Это такой большой минус. А маленький минус в том, что здесь защита от УЗО также обеспечивается применением качественных изделий. То есть, если мы возьмем какую-то там подельную продукцию, какую-то там непонятную, где сделана в подвале УЗО, то, когда меня начинают колбасить от ванны чугунной, УЗО заклинило и не выполняют свои функции, оно не отключилось. То есть, меня дальше колбасит, пока-то я не покраснею и не растекусь по полу. Да, ну не дай бог, конечно. А УЗО так и не отключится. Поэтому в этом случае необходимо, ну, во-первых, тратить больше денег, потому что качественные УЗО, они стоят дороже, естественно. Почему и покупают некачественные, потому что они дешевые. Вот. А во-вторых, сначала дернет током, а потом только произойдет отключение УЗО. Ну, какие УЗО я рекомендую? Это компания Schneider Electric, компания ETHAM, Hager, очень хорошее устройство. Ну, есть сейчас фабричный Китай, это компания Andeli, Chint, ну и так далее. Там все сейчас не буду упоминать. Их очень много. Единственное, что я хочу посоветовать, это не берите самое дешевое. Ну, экономия вот на своей безопасности, ну, зачем это, я вообще этого не понимаю. Самое дешевое, на букву Г, брать продукцию, ну, вообще, ни к чему хорошему это не приведет. Ну, вот, в принципе, это все, чем я хотел с вами сегодня поделиться. Давайте обсудим эту тему, заземление в ванной в душевой, в старом жилищном фонде. Жду ваших комментариев, обсуждений. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова